Всем большие приветики! Это Мариана, и вы на моем YouTube-канале. И я сегодня в Метрополисе. Совершенно случайным образом приехала выбрать себе обувь. И думаю, а что бы нет? Я не знаю, когда вы увидите этот вложик, но он снимается в пятницу. Я понимаю, что я сейчас лучше сниму вложик, чем проторчу примерно 2 часа в пробках. Хочу ответить на небольшой вопросик, который очень часто задают под влогом. Я Мариана, мой рост метр шестьдесят девять. Разношу размер XS, низа и M-ку вверх. Ну так, чтобы избежать дальнейших вопросов. Сейчас я практически каждую вещь, когда беру с рейла, я пытаюсь говорить, какой все-таки я размер для себя выбрала. Но в общей массе XS, низ, M-ка вверх. Я, в избежание недоразумений, хочу немного рассказать, чем я занимаюсь. Все, в общем-то, думают, что я именно та девушка-шпаголик, которая обожает ходить по магазинам. И вот заниматься мне нечем. Я брожусь, оставляю луки, тешу себя, наряжаюсь. И все это мне в удовольствие. А правда из этого только то, что мне это в удовольствие. Я закадровый стилист Первого канала. Работаю на проекте «Модный приговор». И вполне себе кадровый стилист программы «Близнецы» на канале «Пятница». И, собственно, худрук собственного канала на YouTube. Я думаю, что я успею забежать до магазина. Это Zara и Mango. Самые популярные, самые желанные, самые востребованные, и самые комментируемые, и самые просматриваемые. Две недели назад мы снимали вложек соли. И все разобрали, что там есть новенького. И сейчас посмотрим, что же за эти две недели поступило. И что понравилось мне, и, возможно, понравится вам. Не знаю, получится ли у меня снять что-то из обуви. Если приехали уже классно новой коллекции, обязательно для вас сниму это. А, тема, тема. Тема у нас... Я хожу тут кругами. Тема у нас... Тренды? Ну, пора уже. Пора уже вам немножечко рассказать об этом. И я в первую очередь хочу сказать, что тренды, особенно про которые я вам буду сегодня рассказывать, это не must have. Это не то, что вам нужно обязательно приобрести, чтобы быть актуальной и модной. Это то, о чем можно знать, нужно знать, но приобретать это, использовать в своем гардеробе, совсем не обязательно. Ну что, поехали. На самом деле я хочу... Опять на самом... Почему я буду на самом деле, по-на-самом-диле? А я заразилась кое от кого. Мы идем в иконику, я хочу подсмотреть. Я еще вживую не видела коллекцию Рубан для иконики. Там, смотри, фигурные каблуки. Ты была в миллиметре сейчас. Дима, газ. Куда ты развернула? Не хочу их. И вот эти еще сейчас. Тридцать восьмой, будьте таки. Еще такая фишка, что при упаковке три туфли. Зачем три? Чтобы можно было выгуливать один день вот в такой паре, и второй день вот в такой паре. Третий день в какой-нибудь еще паре. Интересно, а там две правых или две левых? Тоже мальчик. Вот форты на плоском ходу. Кстати, многие ищут, чтобы... Особенно девчонки высокие, от метра восьмидесяти. Хотя в форты, но хотят щеголять на кобухах. А здесь они очень высокие. То есть как раз на высокий рост. Блин, супер. Митье-малитье. Лукойненький. Красивые. Двадцать четыре тысячи. Белые лаковые на низком кубуке для любителей шестидесяток. Ты глянь. Пасажала, где-то Алла Пугаченко. Так, все, вверху. Мне кажется, что это просто здесь вот такой нюанс на них, да? Можно другую пару посмотреть. Вот на этом очень красиво. Это прям супер на выход. В эту пару мы обывали героиню на модный приговор. И она просто пищала от того, какие они удобные. Да, это правда. Они очень изящные и удобные. Ну, кстати, прикольно смотрятся за правильными джинсами. И с юбкой минит будет хорошо, только не карандаш. Возвращение круглого мыса. Неплохие. Мягенькие. В Заре, кстати, есть очень похожие. Надо их сравнить. Здесь есть зебра. Будем приручать зебру. Давай составим лучок какой-нибудь. Это кто? Это леопард или это жираф? Наверное, леопард. Но вот несмотря на то, что зебра – это тренд осени, вот эта юбка выполнена из льна. Я думаю, что если приручать, то возьмем приручать пальто. Глянь-ка, Габриэла Хёрст в мангах. Вот эта сумка сейчас будет приручать зебру. 3,699. Очень миленькая. Возьмем ее. В принципе, на этом стенде уже все понятно, как работать зебра действительно. Все по цветам собрано вокруг этого пальто. Поэтому у вас не будет больших проблем. Поэтому у вас не будет больших проблем, как же успокоить это бешеное пальто. В этом сезоне особо активно промотирует светлый мех. Искусственный, натуральный. Это может быть овчинка искусственная, она почему-то обязательно должна быть в белом цвете. Видите, искусственное пальто, чебурашки появились именно в таком, в сливочном оттенке. Не кипельно-белый, а такой цвет натурального льна. Я, как всегда, беру себе несколько. Здесь висит крем, но, возможно, я бы даже попробовала эльгу, если бы оно было в размере эль. В этом сезоне мы все носим ремни. Поэтому продажи ремней возрастут. Даже если у вас брюки заниженной талии, и у них есть шлепки, обязательно туда ремень. Если у вас платье неприталенное или приталенное, всегда мы подчеркиваем зону талии, выбираем ремни. Не только тонкие, которые можно вставить в шлепки, но и очень широкие. Мне, например, нравятся вот эти два. Во всех брендах масс-маркета сейчас появились фиолетовые слуханы разной длины. Поэтому вы точно найдете свой. Мне идет этот цвет. Мне кажется, под красный и зимний нос он пойдет не очень хорошо. Вот про что я говорила. Вот он красавец. Натуральная, но стоит 12 тысяч. Limited edition. 100% полиэстер. Натуральная. Натуральная. Рано нам еще показывать лучки с шубами, наверное. Ну что, сделаем лучки с казачками. Эти красные крутые. Здесь тупой нос, но здесь есть накладки. Это очень удобно. Это сохранит вашу обувь подольше в вашем гардеробе. Причем все модники уже относили казаки летом с шортами обрезанными. Давайте это внедрим еще в осенний сезон. Потому что все показывают. Осень-зима в этом сезоне про вестерн-стиль. Вот эти платочные принты тоже классная тема. В этом сезоне Трис Маннотен баловался с плотками. И Балентиага. А в этом сезоне балуются все. И мы сейчас побалуемся. Джинса нейтрализует любую бешеную вещь. Поэтому если вы не знаете, с чем носить леопард, зебру, питона, то это джинса и какой-то трикотаж в цветах принта. А если вы хотите подчеркнуть этот принт, тогда бы здесь, скорее всего, у меня бы была черная база внутри и сверху с довольно контрастным принтом это пальто. Питон и любая другая живность – это вовсе не обязательная покупка сезона. Но очень круто разбавляют монохромный комплект. И если вы хотите ввести какой-то принт в свой гардероб, тогда почему бы не попробовать что-то животное. Желательно ненатуральное. Если бы это была Макс Мара, я бы чувствовала себя на миллион. А пока на 12 тысяч, сколько стоит эта шума. Очень людно сегодня. Все люди из торгового центра сегодня у Мага. Еще один очень важный тренд, который активно представлен в Заре – это крупная клетка. Соберем лучок какой-нибудь из крупной клетки и покажем, что с чем. Но вы уже все знаете еще по прошлому сезону, когда активно промутировался принц Уэльский. Просто берете комплект в сочетании цветов, которые представлены в клетке. Еще мне очень нравится трикотаж из стиля прэппи. Такая модная студентка. Давайте тоже возьмем. Пойдемте, я покажу самый мой любимый тренд. Это, конечно, твит. Я еще про него говорю еще с прошлого сезона. И в Заре тоже очень много твитовых жакетов, платьев, юбок. Все это между собой сочетается. Но я, конечно, думаю, что если брать твит, то он должен быть один в комплекте. Я имею в виду одного цвета, одной фактуры, в общем, из одной ткани. Это либо костюм, либо вы берете что-то одно – брюки, юбка, либо жакет. Вот, возьмем клетчатому костюму вот эту сумку. Все понятно, почему я выбрала именно ее. Моя страсть к разным странным ручкам и декору на сумках и на обуви. Классное платье. Смотрите, все придумано за вас. Платочный принт внизу и сверху принт, с которым вам не надо фантазировать. Все уже сделано. Или это не платье? Это костюм, который можно носить по отдельности. Мне нравится. А вот, кстати, я, знаете, что хочу сделать? Я хочу совместить и попробовать твит вот с этим платочным принтом. Единственное, я бы не оставляла эту блузу. Хочется что-то посвежее внутри, посветлее. Все, тогда берем жакет и берем вот эту юбку. Еще тренд, тренд, тренд. Неон. Блейк Лавли и Ким Кардашин выгулили очень красивые неоново-зеленые вот такого цвета костюмы платья. Но я вам сразу скажу, если вы типичная русская женщина, и я себя к ним тоже причисляю, то неон нам не пойдет вообще ни в каком виде. Даже если бы я загорела до супер темнохожевого цвета. Если очень хочется выгулить неончик, то присыпайся к кроссовкам неоновой шнурки. Не боимся сочетать все тренды этого сезона в одном луке. Нет, боимся немного. Только боимся, поэтому здесь белая футболка. Это, конечно, мой варик создать иллюзию двойной баски и валаны, валаны, валаны. На самом деле, вот такие топы без рукавов отличный вариант. Просто белая рубашка или белая футболка. Хочется еще прихватить ремнем варни. В этом луке еще не хватает высоких носков. Обратите внимание, три вещи. Просто весь мультикалор, который можно, мы здесь собрали. Но они все пересекаются по цвету. Я не уверена, что это юбка на самом деле. Мне кажется, это баска. Я сказала на самом деле, да? Тебе? Переговорим сейчас. Я не уверена, что это юбка. Мне кажется, что это баска. Лучше получилось. Боремся со злобами паразитами. Ну что, у нас так заказывали обзор обуви. На самом деле, я пришла себе выбрать какие-нибудь шлепки к отдыху. Но тут решила немного показать, что же есть. Во-первых, у нас все так же белая обувь. Эти даже немного отдают в серый. Но, может, тем и лучше. Но белая обувь не такой косяк, что она очень быстро изнашивается. Особенно с длинным носом. Поэтому ставьте профилактику. Ботинки Челси. Челси – это боты, у которых вот здесь сбоку встроена резинка. Эти даже по... Челси могут быть чуть закругленным мысом и с острым. Эти даже издалека чуть напоминают пазочки. Кошки-вермошечкой и фантазийный каблучок. Я, кстати, взяла несколько пар с таким каблуком. А с такой обувью, именно вот с этим обрезом, нужно быть тоже аккуратненьким. Потому что под брюки они заходят хорошо. А вот с юбкой желательно, чтобы колготки были в тон-ботом. Еще выделка под крока. Особенно в этом бордовом длинном оттенке. Довольно прикольная. Я лоферы с трудом ношу. Хотя он сама в них стоит. Но только очень мягкий, потому что мы всегда натираем пятки. Эти, кстати, тоже неплохие в серебряном цвете. Только сейчас серебро – это новый черный. Потому что они стали абсолютно универсальны. У многих на верхней одежде и на сумках отделка именно серебром идет. И не надо серебро подстраивать ни к чему. Даже мой вот этот образ вполне могли бы быть обуты серебряного лофера. Вот эти мне еще лодки очень нравятся. Вот этот вот оттенок, я даже не могу его никак назвать. То есть он… Могти грязные. Он не белый, а какой-то такой очень приятный серо-бежевый. Здесь очень крутой декольте. Довольно глубокое. И это у меня это много. Вот эти еще классные. Мэри Джейн для любителей такого чуть-чуть подвинтажного стиля. Если вы очень любите балетки, то почему бы не использовать вот этот круглый мыс, но чуть-чуть встать на каблук? Единственный нюанс – вот эта перемычка. Она все-таки для девчонок помоложе. Я не вижу вот в этой обуви даму за 40. Тоже красиво. Мне кажется, это идеальный офисный вариант. То есть это не скучные черные лодочки. И даже к вот этому фактурному каблуку никто не придерется. Пусть они чуть-чуть поблескают, ничего страшного. Да, мы дружим с бреном Карла Пазолини. В том сезоне на компейне была я. А в этом году мы делали стилизацию каблук. Все, ладно. Закончилось. Я очень надеюсь, что вам что-то понравилось, что вы приняли какую-то информацию о модных трендах. Но самый главный тренд я вам, конечно же, не показала. Это кожа. Мы все осенью будем ходить в кожи. Скорее всего, все в искусственной. Ничего в этом плохого нет. Я думаю, что как только это все поступит в продажу, я сразу же освещу это великое событие. Все, поцеловашки. Всех жду на канале. Комментируйте. Комментарии я начала читать. Поэтому слушайте. Вот у меня какой вопрос. Кого позвать во вложек? Кто, какая персона вам интересна? Чей взгляд, чье мнение на моду и стиль вам приятен и близок? И с кем бы вы хотели посмотреть вот этот самый вложек? Вы меня просто безумно выручите, если дадите мне наводочку. Все, всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok